Дмитрий, вся страна скорбит по Жанне Фриске и сейчас подходит к концу церемония прощания с ней в Москве. Мы с вами сидим в аэропорту города Бургас. Почему вы не там? Сегодня проходит церемония прощания для поклонников Жаны, чтобы все те, кто любит этого человека и любит ее песни, могли еще раз ее увидеть, потому что они не видели ее два года. Завтра самые важные дни для меня и для семьи. Завтра литургия, отпевание и завтра же похороны. Мы сейчас с вами находимся здесь в аэропорту. Я вылетаю в Москву сегодня и буду в Москве сегодня вечером, и это значит, что завтра мы снова с ним будем вместе. Сегодня публичное мероприятие. Почему я здесь? При первой возможности сюда вылетел мой отец, дедушка Платона, потому что здесь находится наш Жанн и ребенок, и о нем тоже надо позаботиться. Отец прилетел два часа назад, и вот сейчас я здесь и вылетаю в Москву. Все, что мы делали, и я продолжаю делать сейчас для нашего ребенка, мы приравнивали к одному главному правилу. Все, что происходит, должно быть хорошо для Жаны, для ребенка и для меня. Поэтому в данной ситуации я считаю правильным позаботиться в первую очередь о ребенке, а завтра утром быть с моей Жанной. В СМИ врачи утверждают, что вы знали о том, что Жанне осталось всего два дня. Почему вы и не остались? Это ложь. Неоднократно и члены семьи, и лично я, мы консультировались с врачами, которые вели Жанну на протяжении всего этого времени. Это и медики в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, и медики в России. Их было очень много за это время. И каждый из них видел снимки, последние анализы Жанны, и многие из них говорили о том, что, похоже, мы проиграли. Но никто не мог сказать, когда это произойдет, потому как на все воле Божие. Это может произойти сегодня, завтра, через неделю, через полгода. Никто этого не знает. Об этом говорили абсолютно все врачи. И, знаете, дату никто не назначал. И при всем при этом, пожалуйста, не забывайте о том, что, что бы ни происходило, в этом нет вины ребенка. И о том, что мы с Платоном уедем, и о том, что я увезу Платона на море, было известно еще месяц назад. Были оформлены визы, были куплены билеты. И понятно, что никто не загадывал, что все произойдет именно так. Мы прилетели сюда в воскресенье, и через сутки Жанны не стало. Поймите, я был с этим человеком на протяжении двух лет ее болезни. И поверьте мне, быть рядом с ней в этот момент для меня необыкновенно важно. Но давайте не будем забывать о ребенке, о котором тоже нужно было позаботиться. И о том, что произошло такое чудовищное недоразумение, совпадение, я не знаю, как это назвать. Я, наверное, буду жалеть до конца своей жизни, но так сложились обстоятельства. О никаком бегстве или о том, что я забрал ребенка от Жанны, не может быть и речи. Я рассказал вам о том, как складывались эти обстоятельства. Когда мы уезжали, Жанна была ровно в том состоянии, в котором она находилась последнюю неделю. Может быть, даже последний месяц. Ничего не предвещало резкого ухудшения. И не будем забывать, что наша Жанна боец. И мы все знали, что мы играем со смертью. Но мы были уверены, что наша девочка будет бороться. Все произошло так, как оно произошло. Я могу поблагодарить судьбу только за то, что наш сын, наш Жанн, наш сын, остался в стороне от всех этих трагических событий. Ему два года и два месяца. И ему не место на всех траурных церемониях. Он понимает, что происходило с мамой? Мы не разговаривали с ним об этом. Я сам буду говорить с ним об этом чуть-чуть позже. Сейчас не время. Дмитрий, а почему вы так долго молчали? И вот только сейчас вы согласились ответить на все вопросы? Я хочу, чтобы вы понимали. Я хочу, чтобы это понимали все, кто увидит это интервью. Я хочу, чтобы это понимали вы. Я не требую вашего понимания, но я надеюсь на ваше понимание. Два дня назад не стало самого близкого человека в моей жизни. Самого важного человека в моей жизни. Не стало матерью моего ребенка. Не стало моей невесты. Я говорю про день, когда это произошло. Во-вторых, я еще раз хочу сказать. Мы с Жанной всегда придерживались очень простого правила. Не делать из нашей личной жизни шоу. Не делать это достоянием общественности. Да, сейчас я остался один. Но я по-прежнему уверен этому правилу. Мы не афишировали наши отношения. Мы не делали из этого скандалов, сплетен. Не просили нас фотографировать. Нам это было не нужно. Я по-прежнему считаю, что личная жизнь, она остается личной жизнью. Для этого она и личная жизнь. Именно поэтому я по-прежнему уверен этому правилу. Я с большим уважением отношусь к семье Жанны. И воля родителей для меня превыше всего. Именно поэтому говорить о таких вещах обязана семья. Я тоже семья. Но выше всех отец. И именно его право говорить на эти темы. Что собственно и произошло. Российские врачи утверждают, что вы не хотели лечить Жанну за деньги. Хотели это делать бесплатно. А также вы хотели сэкономить на лекарствах. Почему так они говорят? Это правда? Я должен объяснить ситуацию. Мне не за что оправдываться. Во-первых, все финансовые взаимоотношения с клиниками находятся в руках отца Жанны. И именно он распоряжается сейчас теми деньгами, которые были собраны на имя Жанны благодаря Первому каналу и Русфонду. Ситуация заключается в следующем. Ребята, самый первый раз я имел разговор с врачами в России полтора года назад, зимой. И в первую очередь я должен им сказать спасибо за отзывчивость и за то, что они меня приняли. Это специалисты и медики из клиники Бурденко. И специалистов на Каширском шоссе. Этих врачей очень много. Я не буду перечислять каждого из них. Но самое первое, что сказали мне эти люди – произошла трагедия. Все, что мы можем для вас сделать – это организовать уход Жанны. Они не сказали мне о том, как можно ей помочь. Какие шансы у нас есть на то, чтобы произошло чудо. Они заговорили со мной о ее кончине. Этот ответ меня не устроил. И мне пришлось искать ответы у врачей за границей. В России мне задавали вопрос, как вы хотите, чтобы ушла Жанна? Быстро и без мучений? Или долго и она мучилась? Я не был готов к этим вопросам и не был готов на них отвечать. Именно поэтому мне пришлось искать помощи для Жанны за границей. И если в России нам говорили «смиритесь», за границей нам сказали «мы попробуем что-нибудь сделать». Мы выиграли для этого человека два года жизни, когда большинство с этим диагнозом живут гораздо меньше. Я считаю, что мы должны были сделать, и не жалею ни секунды, что мы это сделали. Это лечение стоит безумных денег. Последние инъекции, которые были прописаны Жанне, их невозможно достать в России, их невозможно достать в Европе. Они продаются исключительно в Соединенных Штатах Америки и в Израиле. Это экспериментальный препарат под названием «Абдива». Один укол этого препарата стоит порядка 10 тысяч евро. Каждый укол должен проходить один раз в неделю или один раз в две недели. Если станет лучше, один раз в три недели. Посчитайте, какие это деньги. И любых собранных денег мы должны все понимать. Может быть, недостаточно для того, чтобы продолжать жизнь. И если передо мной стоял вопрос не сэкономить, а попытаться получить это лекарство бесплатно, я уверен, что этим шансом воспользовался бы каждый. Как обстоят дела? Этот препарат производит компания Bristol Myers. Как я сказал, купить в России эти препараты невозможно. Их можно получить бесплатно в рамках клинических программ, которые проводит сама эта компания. при помощи госпиталей по всему миру. Благодаря Елене Васильевне Малышевой я имел разговор с министром здравоохранения Российской Федерации, с ее помощниками. И они сказали мне о том, что необходимо сделать попытку обратиться при помощи клиник, в которую обращалась Жанна в Россию, обратиться в эту компанию с просьбой включить ее в эти программы клинических исследований, чтобы получить лекарство бесплатно. И именно на этом я настаивал. Если у нас есть возможность это лекарство получить, мы должны использовать этот шанс. На этом я настаивал. Нам отказали. Поэтому этот препарат приобретался за те средства, которые были собраны Русфондом. Но должен ли был я попробовать это сделать? Да, должен. Я попробовал, к сожалению, ничего не получилось. Почему я начал рассказывать вам о моей встрече с врачами в России? Я оказался в ситуации, когда я был вынужден ставить под сомнение их решение. И именно поэтому я выступал своеобразным буфером между теми врачами, которые вели Жанну в Америке и консультировали ее из-за океана, и теми врачами, которые, по большому счету, выполняли волю американских врачей здесь, в России. Мне необходимо было их помирить. И, конечно, у каждого из этих врачей было свое собственное мнение и взгляд на лечение. Моя задача была все это сопоставить. Если кто-то из врачей здесь, в России, отнесся к этому с непониманием, я сожалею. Но передо мной есть главный приоритет. Моя жена, моя жена. Все остальное меня не беспокоит. Дмитрий, отец Жанны в интервью говорил неоднократно, что он хотел бы, чтобы вы оставляли ребенка ему хотя бы на выходные. И почему папа вашей супруги сомневается в том, что вы будете это делать? Я безмерно благодарен, в первую очередь, маме Жанны, Ольге. Потому что все те два года, пока мы переезжали с Жанной из госпиталя в госпиталь, с одной медицинской койки на другую, вместе переезжали. Потому что лежала она, а рядом лежал я. Все это время именно Ольга воспитывала и занималась нашим ребенком. Она его вторая мама. Нашему Платону выпала такая судьба. Его мама ушла, когда ему только исполнилось два года и два месяца. И больше всего я хочу, чтобы этот мальчик был окружен любовью. У Платона есть две замечательные бабушки. У Платона есть два замечательных дедушки. И нас объединяет главное. Мы все любим этого мальчика. Поэтому все мы будем рядом с ним. И ни о чем другом не может быть и речи. Я вам говорил о нашем правиле. Должно быть хорошо мне, Жанне и Платону. Платона любят. Поэтому я не считаю этот вопрос уместным. Все будет в порядке. Дмитрий, как Вы думаете, почему такое большое количество критики на Вас свалилось в эти последние два дня? Что Вы не приехали. Вы не давали деньги на этих врачей. Почему все обстоятельства так несправедливо сыграли против Вас? Я затрудняюсь Вам что-то ответить. И я хотел бы, чтобы меня услышали. Я не ищу в происходящем справедливости. Я не ищу в происходящем признания. Я знаю даже о том, что многие, некоторые люди считают, что я пользуюсь этой ситуацией для саморекламы. Все, что я делал и все, что я делаю, было только для того, чтобы спасти человека, которого я люблю. Все остальное для меня сейчас безразлично. Вы никогда не теряли надежды? Нам сразу сказали, что мы играем со смертью. Но вы знаете, чудеса случаются. И я считаю, что то, что произошло с нами, это чудо. А чудо произошло во многом благодаря вере. Не только моей, не только вере семьи, не только вере тех людей, которые лечили Жанну. Давайте вспомним о всех тех миллионах людей по всему миру, которые не только тогда, когда стало известно о болезни Жанны, а на протяжении всего этого времени собирали деньги. Молились о ней, желали ей здоровья, желали ей добра, останавливали нас с Жанной на улице и говорили, ребята, у вас все получится. И эти два года, которые прожила Жанна после того, как ей поставили диагноз, это заслуга этих людей, это заслуга веры, это заслуга коллективной молитвы. Поэтому, терял ли я веру? Нет, я не думаю. А сама Жанна? Знаете, у нее есть потрясающее качество. Ко всему относиться немножко с иронией. Она часто говорила, ну и ладно. Ну и ладно. Поэтому, ну и ладно. Вы назвали в начале нашего разговора Жанну своей невестой. Вы действительно ей сделали предложение? На ее прошлый день рождения я долго думал, какой сделать ей подарок. Мы много раз говорили про свадьбу с ней, но мы сразу договорились, что мы хотим, чтобы это было красиво. Мы хотим, чтобы на ней было красивое платье. Мы хотели, чтобы у нее была красивая свадебная прическа. Чтобы мы провели этот день так, как мы себе это представляли всегда. Поэтому мы сразу решили, что, знаешь, наверное, мы сделаем это чуть-чуть попозже. Было бы здорово собрать наших друзей, самых-самых близких людей. Уехать куда-нибудь подальше и вдвоем провести этот праздник, этот день. Давай дождемся, когда все образуется. Мы много раз говорили об этом. На ее прошлый день рождения я сделал ей предложение, и мы обменялись кольцами. И она сказала мне да. Дмитрий, скажите, отец Жанны рассказывал о том, какие у нее были последние месяцы тяжелые, и что она намекнул в своих интервью, что она последние месяцы была уже... Жанна была уже не Жанна, и сама Жанна ушла уже давно. Чувствовали ли вы это? Тяжело ли было переживать этот момент? Жанна очень менялась. На протяжении всей болезни мы понимали, что что-то меняется. Не все из этого можно объяснить словами, это ощущение. Да, она была другой. Может быть, внешне. Может быть, в каких-то своих поступках. Но я верю в другие вещи. Я верю в душу. Я верю в то, какой мы ее знаем и какой мы ее любим. Все остальное — это внешнее. И я не придаю этому значения. Я не переставал держать ее за руку, с ней разговаривать, гладить ее по волосам. Рассказывать ей о том, что вытворил Платон, куда мы ездили. Да, какие-то вещи меняются. Я знаю, что мы все умрем. Но есть вещи, которые гораздо важнее. Поэтому какое-то имеет значение. Я все равно по-прежнему считаю, что она рядом. Ей удалось побыть с Платоном какое-то время, когда она была в своем сознании. Да, конечно. Конечно, она была с Платоном. И, конечно, я благодарен за эти два года, потому что она видела, как растет ее сын. Я понимаю, как вам тяжело. Что вы сейчас чувствуете, о чем вы думаете? Вы держитесь, я вижу, но я вижу, что у вас в глазах стоят слезы, которые вы умело как-то съедаете своими веками. Я меньше всего сейчас хочу пафосных слов и пафосных речей. Я не создан для этого, для того, чтобы говорить такие вещи. Ну, наверное, я сейчас уже могу об этом сказать. Мы были с Жанной и в радости, и в печали. Мы были с Жанной и в здравии, и в болезни. Это именно то, это именно те отношения, которые проповедует человечество. Об этом можно мечтать, но так можно жить. И я счастлив, что в моей жизни есть этот человек. Я счастлив, что мы разделили эту судьбу, мы разделили эту ответственность. Я безмерно благодарен ей. И я счастлив, что она у меня есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...